Статья 3, стих 132. «Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя твое». Блаженный Давид имеет обычай, братья, пользоваться разнообразными способами для выражения того, что он пророчески воспевает. Так и в этом псалме одни и те же мысли об одних и тех же предметах он выражает многими способами. Его целью является удаление от греха и от прощения к злу, а с другой стороны соблюдение и сохранение заповедей Божиих, а также обличение беззаконных, отвращение от них и молитва о помощи и милости Божией. Вот главная и общая мысль его в этом псалме. Этому отвечает и настоящее выражение. «Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими тебя». Иногда Бог презирает в гневе, как сказано пророка Аввакума, «Призрел и растаяли народы». Аввакум 3.6. «А когда презирает на любящих его, то дарует милость и спасение». Вот об этом-то и просил пророк. Почему? И прибавил. «Как поступаешь с любящими имя твое». Значит, он просит о том, чтобы удостоиться божественной милости. «И не просто, но так, как обыкновенно говорит, ты даешь милость тем, кто тебя любит, посуду любящих имя твое». Сказал он, что и значит, я прошу одинакового с ними приговора себе. «Утверди стопы мои в слове твоем и не дай владеть мной никакому беззаконию». Когда мы обнаруживаем усердие, а Бог доставляет помощь и направляет наш путь, то сила греха не имеет значения. Итак, когда Бог направляет нас на пути свои, и мы оказываем усердие, то не имеет над нами силы ни грех, ни беззаконие. В другом псалме Господь обещает боящемуся его. «И не бойся, не убоишься страха ночного, ни стрелы, летящие во дне, ни заразы, ходящие в полдень. Все это беззаконие. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои». Как известно, много искушений Давид потерпел от людей, от Саула и других. Так и в следующем псалме он говорит «Господи, избавь душу мою от уст неправедных и от языка лживого, что даст тебе и что прибавит тебе язык коварный, льстивый». И опять в другом псалме говорит «Сыны человеческие, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч острый». Итак, об избавлении от них молится пророк. И Владыка Христос, с одной стороны, тех, кто терпит поношение и клевету, назвал счастливыми и блаженными. А с другой стороны, научил молиться, чтобы не впасть в напасть. С евангельским законом совпадает и молитва пророка. А святые Афанасии, раскрывая смысл этих слов, клеветой человеческой называют дерзкие и безумные мысли еретиков и беззаконников. Итак, братья, следуя этому отцу, будем и мы избегать всякой ереси, равно как и тех, которые ныне у нас распространяются, то есть ереси иконоборцев, павликиан, манихеев. Если кому из нас скажут, пойдем с нами, пусть он уклонит ногу свою и удалится по слову притчи, и не будет ходить вместе с ними. Осияй, раба твоего, светом лица твоего, и научи меня уставам твоим. Божество бестелесно, просто и чуждо перемен. Священное же Писание изображает его более грубыми и телесными чертами, применительно к человеческой природе. Так как образом ипостаси отца и сиянием славы его является сын, как эту истину выражает блаженный Павел. Итак, пророк желает увидеть явление его для спасения рода человеческого. Тогда он, явившись сам, научил нас всякой правде. Затем явление лица Божия можно понимать как разрешение зол и дарование благ. «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего». И это закон апостольский, потому что если страдает один член, говорит апостол, то с ним страдает и все члены. Значит, пророк возвышается до евангельского совершенства, скорбя о беззакониях других людей. И сходящими вот он назвал множество слез. «Потоками проливал я слезы при виде беззаконий людских». Такую печаль о беззаконниках испытывают святые. Скорбел и Моисей, когда народ израильский, обоготворив тельца, уклонился от Бога, он говорил Богу так. «Прости им грех их, а если нет, то изгладьте меня из книги живых». Точно так же и апостол, видя отчуждение иудеев от Евангелия, говорил «Молился я, чтобы самому быть отлученным от Христа за братья моих родных мне по плоти». Их 137. «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои, откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина». «Все, Господи, все устраиваешь ты справедливо, и о людях заботишься, и делателей правды привлекаешь. Ты и закон дал, и нарушителям его открыл, какие наказания они навлекут на себя. И соблюдающим его обещает всякое благое воздаяние, и обещания свои подтверждаешь делами». Последнее именно выражается в словах «Истину, сильно». «Назначен у Господа день, когда он будет судить вселенную и воздаст каждому по делам его». Римлянам 2.6. «Который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, гнев и ярость». Скорь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елина. Выражением же «истину возлюбил сильно» он обозначил непреложность исполнения дела. «Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои». Преданный беззаконий пророк оплакивает, а законодателя, видя оскорбляемым, справедливо негодует. «Такая ревность прославила Финеэса! Она сделала славным великого Илью! Ею пламенеет добропобедный Стефан!» — обречил неверие иудеев. Этот стих выражает ту же мысль, что и один из предшествующих. «Что там он говорил?» — 136. «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего». То и здесь говорит «Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова твои». Таков был, как я сказал, Синьес, поразивший блудника, и вменилось ему это в праведность. 105.31 «Таков был божественный Павел, в самом себе носивший всего Христа, почему и говорил, кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. И блаженный Лука говорит о нем, что в Афинах он возмутился духом, видя город полный идолов. «Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его». 820. «Испытанно, — говорит, — и чисто слово твое, и чуждо всякого порока, и я питаю к нему горячую любовь». В другом псалме он говорит «Слово Господне, слово чистое, очищенное от земли серебро, в горнили семь раз переплавленное». Итак, среди судов Божиих нет ничего недостойного, сомнительного или нечистого, но все чуждо всякого порока. Итак, с чистотой их, братья, будем сообразовать свою жизнь. «Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю». Мал был Давид и самый меньший из сынов отца своего, но за любовь, которую он питал к Богу, он был избран и получил царское достоинство и пророческую благодать. Конечно ведь, умеет Бог вознаграждать любящих его и в нынешнем веке, а еще более в будущем. И вот когда Бог повелел великому Самуилу поставить в цари одного из сыновей Исея, то других сыновей, украшенных и силой, и ростом, и телесной красотой, пророк всех признал недостойными, но спрашивал Исея, нет ли еще детей у него. Когда же тот отвечал, что есть еще отрок, который пасет овец и совершенно непригоден для царства, тогда пророк приказал привезти его. И как только пришел, тотчас помазал его. Об этом-то избрании вспомнил здесь пророк и говорит, «Меня, юного, и по мнению моих близких слабого, ты удостоил такой благодати и сделал пророком и вместе царем. Ради этого я со всем усердием стремлюсь соблюдать твои оправдания. Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». Тот, кто повинуется человеческим законам, даже и в настоящей жизни, не дождется такой чести, а исполняющий заповеди Божии, имеет наградой за труды жизнь вечную. И при том, законы человеческие не все содержат в себе правду. Закон же Божий блистает истинною. Поэтому справедливо сказал пророк, «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». Итак, правда Божия и закон – истина навек. Поэтому и иудеям говорил блаженный Павел, усиливаясь поставить собственную праведность. Они не покорились праведности Божией. Римлянам 10.3. «Скорбь, говорит, и горе спастигли меня. Заповеди твои, утешение мое». Явление, неизбежное для делателей и добродетелей. Это напоминает сказанное Павлом. Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь, теснота, гонение ли, голод ли, нагота ли? Как написано, «Ради тебя умерщляют нас всякий день, считают нас за овец, уготованных на заклание». Таковы подвиги святых, таковы их победы. Заповеди твои поучение мое. Изучение их поддерживает мое мужество, и я мужественно переношу скорби. Правда откровений твоих вечно. Вразуми меня и буду жить. То есть через них мы приобретаем вечное благо. Вразуми меня и буду жить. Просвещаемой тобою я буду наслаждаться вечной жизнью. Взываясь всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохрани уставы твои. Опять воззванием называет душевное настроение, поэтому и прибавляет всем сердцем моим. Так и Моисей взывал молча, но в ответ на его тайную молитву, Господь сказал, что вопиешь ко мне. Прибавление же слов всем сердцем показывает, что, разумеется, душевное усердие, а не крик, испускаемый устами. В таком роде говорил и божественный Павел. Воспевайте, поя в сердцах ваших Господу. Ефесянам 5.19 Призываю тебя, спаси меня, и буду хранить откровения твои. От тебя, получая спасение, я буду хранителем твоих законов. Так соблюдающий откровение Божий во всяком случае получает от него спасение. Придворяю рассвет и взываю, на слово твое уповаю. Пророк, будучи царем, отягощаемый бесчисленными заботами, а сверх того предпринимавший походы и войны, не только днем возносил молитвы Богу, но и среди ночи, не дожидаясь пения петухов. Так любил он своего Создателя, Бога, так усердно просил помощи свыше. Пророк не имел определенного времени для хвалы и благодарения Богу, но и днем, и ночью, это именно и обозначает он, всегда. Делал это, научая и нас всегда иметь Бога в памяти своей. Вспоминать о Боге нужно чаще, чем делать дыхание, как говорил Григорий Богослов. Придворяю рассвет и взываю, на слово твое уповаю. Не только в то время, когда сон бывает наиболее приятен, но и рано утром он размышлял о божественных законах, а мы, живя в бедности, свободны от всяких забот, всю ночь проводим, валяясь в постели, и даже при начале дня не возносим гимн наподателю благ. И так пророк предупреждает нас, чтобы в утреннюю пору мы поучались в словах Божьих. И Господь говорит, смотрите, чтобы не опихчались сердца ваше объедением, пьянством или заботами житейскими. А один из пророков, оплакивая таких людей, говорил, «Пекарь их спит всю ночь». Осия 7.6 «Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня!» Стих 149. Обладая столь великими благами, он ищет милости. И не вообще просит о милости, но о милости, полезной по суду Божию. И вот он просит и умоляет Бога, чтобы его жизнь направлена была по судам Божиим. А своим примером и нас учит молиться о том же. «Приблизились замышляющие к лукавству, далеки они от закона Твоего, далеки от божественных законов те, которые хотят преследовать праведного». Так книжники и фарисеи шли прямо на беззаконие, преследуя апостолов, которым Господь сказал, «Не принимающий вас не принимает меня, а принимает не принимающий меня не принимает пославшего меня». Как сказано, «Врагом буду врагов Твоих и противникам противников Твоих». Исход 23-22. «Поэтому и удалились они от закона евангельского, не послушавшись учения апостолов. «Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина». 822. «Ты, — говорит Господи, — видишь все, потому что Ты не вдали от нас пребываешь, но наполняешь всю вселенную и сообразно с истиной управляешь созданием. Это и сам Бог говорит через пророка. «Разве я только Бог вблизи, а не Бог вдали?» Иеремия 23-23. Он все знает и испытывает, даже глубины сердец наших. А блаженный Павел говорит, «Им мы живем и движемся и существуем». «И издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки». Откровениями называют здесь небо и землю, потому что из снисхождения к людям Господь приводит иногда небо и землю в свидетели. Так и великий Моисей в начале своей песни говорил, «Слушай небо, и возглаголю, и дослышит земля глаголы уст моих». Второзаконие 32-1. В них постоянно усматривается промысл Божий, потому что все в них совершается в великом порядке. Отсюда, говорит, я узнал достоверно, что Ты находишься вблизи и присутствуешь во всем существующем, и ничто из Твоих творений не скрывает Тебя. Или иначе. «И издавна, говорит, я знал, что слова Твои, Владыка, тверды, и заповеди Твои постоянны». Законы царские и государственные изменяются, а с Божиими законами этого не бывает. Но как небо и земля пребывают вовек, так и заповеди Божии. К ним, говорит, ничего нельзя прибавить, и от них ничего нельзя отнять. Говорил и Господь. Небо и земля прейдут, а слова Мои не прейдут мимо. 153. «Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего». Смирился и вознесся по слову Господню. «Блажен и нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Божественный Пророк, впрочем, своим добродетелям присоединяет и эту, и, ссылаясь на нее, просит себе Божьей помощи. Есть много видов смирения. Конечно, иногда приобретается смирение путем скорбей и несчастий и притеснения от людей. Но истинное смирение бывает тогда, когда мы обращаемся от грехов наших. Например, обнаружил такое смирение сам Давид словом и делом. «Всякую ночь омываю постель мою, слезами моими орошаю постель мою. И видишь смирение мое и труд мой, и оставил грехи мои». Точно так же и мы досмиримся под крепкую руку Божию, любя и соблюдая заповеди Его, повеления Его, о чем говорит Господь, «Блажен и нищие духом, вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня». Так как через грехопадение, по соблазну призлобного врага, род человеческий отпал от Бога, то пророк молит о том, чтобы совершился суд, и люди получили спасение. Что совершило через евангельское слово. Когда Евангелие было проповедано по всей вселенной, тогда дьявол был низложен, а род человеческий был спасен, получив жизнь от духа. Итак, пророк напоминает владыке об его обещаниях, просит его о спасении и умоляет рассудить его с его врагами. «Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут». Поборники беззакония сами, говорит, лишили себя Твоего спасения, не пожелав узнать, что Ты законоположил делать. Причиной гибели является таким образом то, что мы не ищем оправданий Божиих. И не просто сказал Он, что они не поверили, но что оправданий Твоих не взыскали. Следовательно, когда мы презираем заповеди Божии, Он удаляет от нас спасение. «Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня». Мысль этого стиха ясна и не нуждается в объяснении. Он гласит, «Велико богатство Твоего человеколюбия, и суд Твой праведен, полагаясь на них, я прошу о спасении». «Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь». Многими, говорит, одолеваемые несчастьями, я не сделал даже попытки приступить что-нибудь из того, что установлено Твоим законом. Приступая к объяснению этого псалма, мы сказали, что божественный Давид собрал в этом псалме все, что испытал он в своей жизни. И, следовательно, одно соответствует тому, что потерпел он от Саула, другое тому, что причинил ему Авессалом. Настоящие слова, например, очевидно, он сказал во время преследования от Саула, потому что тогда он еще не чувствовал за собой греха. Итак, многие преследовали святых и доводили их до смерти, но они не уклонялись от прескновений, от откровений Божиих, потому что помнили, сказанное Господом, блаженные и изданные правды ради, ибо их есть Царство Небесное, а также сказанное и апостолом Павлом, ибо многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Деяние 14.22 Ради этого блаженные и славные мученики прошли огонь и воду, и за исповедание Бога и любовь к Нему придали тела свои. Но за свои подвиги имеют они воздаяние, сделавшись общниками единого тела Христа, Бога нашего. «Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят Слова Твоего». Так блаженный Павел скорбел об иудеях, так сам Господь оплакивал Иерусалим, так божественный Иеремия проливал слезы о беззаконии народа. Такими должны быть и мы, братья, должны и мы огорчаться и скорбеть о тех, кто не управлен в путях своих, должны обличать их и увещевать, дав прежде верное направление собственной жизни. Потому что, обративший грешника от злого пути его, спасет душу от смерти, и покроет множество грехов. Иаков 5.20. «Если же останутся неисправными, то не имейте общения с ними, как учит апостол, и удаляйтесь от такого брата, поступающего бесчинно». 2 Фессонитисам 3.6. «Также, кто называется братом, а остается блудником, лихоимцем, идолослужителем, пьяницей, хищником, то с таковым и не есть. Зри, как я люблю повеления Твои, по милости Твоей, Господи, оживи меня». Он постоянно вспоминает о заповедях, оправданиях, законах и откровениях, показывая свою любовь к ним. Это же слово научает нас, чтобы мы, как говорит Иаков, брат Господень, любили не словом, языком, но делом и истинною. «Тогда мы будем в состоянии получить жизнь по милости Божией. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей». 825. «Обещания Твои не ложны, обетования свои Ты украшаешь истиной, и слова Твои подтверждаешь делом». «Еще на первых порах бытия мира», сказал Бог Адаму, «от всякого дерева, которое в раю можешь есть, а дерево, познание добра и зла, не ешь, ибо в день, в который вкусишь от него, смерть и умрешь». Это слово навек приобрело силу, потому что ослушание Бога вело смерть. Иной смысл является в связи с написанным в той же книге «Бытия». И сказал Бог Аврааму, «Благословятся в семени Твоем все народы, в семя его Христос. В нем-то правда вовек для рода человеческого». Началом же словес называет обетование бывшее Аврааму. В нем одном некогда заключался народ иудейский, но Господь исполнил свои обещания и умножил народ, как звезды небесные множеством, «И о семени его благословил по обетованию все народы». На это и указывают слова псалмопелца. «В век все судьбы правды Твоей». Будучи пророком, он созерцал вечное царство Христово. Почему и сказал, что истина украшает начало слов Божиих. А в другом псалме он говорит, «Дело рук его истина и суд». Стих 161. «Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Врагов и гонители я, говорит, не страшился, но Твоих законов боялся. Потому не осмелился убить врага, когда нашел его спящим. И потом, жалея несчастного сына, поднявшего руку на отца, говорил, «Пощадите отрока моего». Второе царство 5.18. Это говорил Давид, преследуемый Саулом. «В духовном же смысле князи – это злые духи, как научает нас блаженный Павел. Ибо наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, мероправителей тьми века сего, против духов злобы поднебесных». Иссианам 6.12. «Они нападают на нас, желая обольстить нас, но нас поддерживают страх пред Словом Божиим». Именно Господь сказал, «Не бойтесь убивающих тело и немогущих души повредить. Бойтесь более того, кто может душу и тело погубить из гиенни. «Радуясь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Так как Он упомянул о преследовании со стороны неприятелей, то справедливо вспомнил и о добыче. Он хочет сказать, «Если бы всех их и убил я, и получил богатейшую добычу, то я не порадовался бы так, как радуясь Твоим законам». Что выше сказал Он, то повторяет и здесь. Там Он сказал, «Благо мне от закона уст Твоих лучше тысяч золота и серебра, и я возлепил заповеди Твои, более золота и золота чистого». Вот урок нам, чтобы выше всякой радости мы ставили веселье и радость о заповедях Божиих. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю». Истина и это слово. Кто горячо привязан к Божественному, тот ненавидит противное. И с другой стороны, кто ненавидит неправду, тот во всяком случае становится на сторону правды. Ведь совершенно неестественно, чтобы об одном и том же деле два противоположные слова были истинны. Между тем и Господь сказал, «Не можете служить Богу и мамонне». 164. «Седьмикратно в день прославляю тебя за суды правды Твоей». Некоторые седьмикратно перевели многократно, но и то, и другое одинаково обозначает горячую любовь пророка. Он не знал меры прославления Бога, Так и нам непрерывно нужно восхвалять Бога за Его праведные суды. Более ревностные и благочестивые семь раз предстоят Богу ночью и в течение дня. Во-первых, по окончании ночи, что мы называем утренней. Во-вторых, при восходе солнца, благодаря до начала дня. В третий час, когда Дух Святой сошел на апостолов. В шестой час, когда Христос Бог наш плоти был пригвожден ко кресту и разодрал рукописание грехов наших. В девятый час, когда Он пролил кровь и предал дух и освободил нас от власти дьявола. При закате солнца, что мы называем светильничным, когда мы благодарим за окончание дня. Наконец, когда мы отходим ко сну. Исчисленное здесь и составляет седьмирицу. Вели к миру любящих закон Твой, и нет им преткновения. Кто пламенеет божественной любовью и через соблюдение заповедей приобретает мир с Богом, те, хотя бы все люди ополчились на них, проводят приятную жизнь. Об этом свидетельствует божественный Павел, говоря. «Отовсюду притесняемые, но не стесненные, безнадежные не отчаиваемся, будучи гонивы не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. И Господь, послав святых апостолов по всей вселенной, как овец среди волков, сказал им «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Они же и приняли евангельский закон и проповедовали его повсюду. На это именно намекает выражение «много» и «нет им соблазна», потому что сатана повергнут под ноги их. «Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю». Даже угнетаемый несчастьями я не утратил благих надежд, но продолжал ожидать Твоего спасения и следовать Твоим заповедям. Именно потому, что любящие заповеди Божии ищут воздаяние за соблюдение их и Свою любовь, и ожидает, что Ему готово наслаждение небесных благ. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои перед Тобою. Зная, что Ты все видишь, и живя как бы под Твоим наблюдением, я не только исполнил все Твои заповеди, но и сделал это с горячим усердием. Это Пророк говорит в назидание и наставление нам, чтобы мы соблюдали все заповеди Божии и Его откровения. Итак, кто не по расчету и из корысти, и не для того, чтобы видели, похвалили люди, делает добро, те говорят «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему, вразуми меня!» 827. Высказав все свои просьбы, Пророк умоляет, чтобы его молитва была принята и не оставлена без удовлетворения. Он просит вразумление не человеческого, но состоящего в познании слов Божиих. Человек, пребывающий в грехах и привязанный к ним, не может, конечно, сказать «Да приблизится моление мое пред Тебя, Господи!» Бог сказал через пророка «Грехи ваши разделяют между мною и вами!» Исайя 59.2. «Значит, необходимо прежде всего отстать от грехов!» И тогда уже можно будет сказать «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи!» А грешнику даже псалмов употреблять нельзя, потому что написано «Неприятна похвала в устах грешника» «И грешнику говорит Господь, что ты берешь уставы мои и оправдания мои, а сам завет мой бросаешь за себя, видишь грешника и сходишься с ним, а также пойти Господу, ибо святое имя его!» 170. «Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня!» Прошением называет свою молитву. Это я нахожу и в других переводах, так что смысл будет такой. «Да взойдет, Господи, пред лицо Твое моя молитва и мое моление! И так как ты примешь молитву мою согласно тому, как обещал ты кающимся грешникам, то избавь меня от моих грехов!» Столь различным словам прибегает пророк для того, чтобы смягчить владыку. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам Твоим!» Отрыжка соответствует пище. «Познав, говорит, Твои оправдания, я тебе, наставнику их, принесу песнопение!» «Итак, когда мы подвязаемся в добродетелях и заповедях Божиих, тогда мы оказываемся в состоянии вознести эту хвалебную песнь, когда же пребываем во грехах, тогда никаким образом не можем воспеть ее. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Я посвящу язык мой изучению Твоих слов, зная, что заповеди Твои украшены всякою правдою». Вот назидательные слова, поучающие нас, какого осуждения достойны бывают те, кто поет блудные песни, льстит и словоугодничает людям, занимается пустословием, сплетнями и ложными доносами, и оглашает неистовыми криками конские ресталища. Между тем, ничто другое не должно бы сходить с нашего языка, кроме слов Божиих. Об этом и говорят дальнейшие слова. «Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал». Рукой называет божественное действие, о котором умаляет в помощь себе для достижения спасения. Это рука Божия. Кто избирает заповеди Божии, тому, несомненно, Бог содействует в его спасении. «Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой, утешение мое. Я всей душой, говорит, стремлюсь достигнуть Твоего спасения, и потому непрестанно поучаюсь в Твоем законе». Какого же спасения? Того, которое совершилось в очеловечении единого от Пресвятые Троицы Христа Бога нашего. Тогда-то мы были спасены от насилия врага и научились любить евангельские повеления. «Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои, да помогут мне». «По судьбам Твоим помоги мне». Здесь пророк говорит о жизни в Боге, посвященной восхвалению Его, а затем просит, чтобы ему оказана была помощь со стороны судов Божиих. «Я знаю, что надежда моя на Тебя не обманет меня, но я достигну истинной жизни и восхвалю Тебя, подателя благ. Я заблудился, как овца потерянная». Это и пророку прилично было говорить после грехопадения и всякому человеческому существу. «Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл». Когда Адам прислушанием заповеди лишил себя рая, то грех его распространился на всех людей, как говорил апостол Римлянам 5.12. «И они, как овца, отставшие от стада, блуждали по горам, ремнинам и ущельям греха, удаляясь от Бога и служа бесам и идолам. Но пришел добрый пастырь, полагающий душу свою завет, чтобы отыскать и спасти то, что он потерял. И отыскав заблудший овцу, он нашел и призвал ее, возложил ее на плечи свои и возвратил ее к своему стаду. Он примирил земное с небесным своим явлением во плоти. Почему и пастухи вместе с ангелами славили его рождение такими словами? «Слава в вышних Богу и на земле мир! Ибо заповедей твоих не забыл». Хотя он и нарушил некоторые из них, но до полного забвения их никогда не доходил. Итак, пророк вознес некогда эту молитву, а теперь всякое человеческое существо получило возможность спасения. Как выше сказано, пришел добрый пастырь за заблудшей овцой, отыскал ее, взял на плечи, отнес к себе и порадовался о ней больше, чем о девяносто девяти незаблудших. Это дает иное освящение словам пророка. Сколько бы мы не забывали заповедей его, Бог ищет нас и призывает к себе. Сопоставим же начало псалма с концом. Псалмопевец начинает так. «Блаженно непорочное в пути, хотящие в законе Господнем». И оканчивает. «Взыщи раба твоего, ибо заповедей твоих не забыл». Очевидно. Ходящие в законе Господнем, во всяком случае, не забывают его заповедей, а незабывающие заповедей ходят в законе Господнем. Впрочем, мы, изъяснив псалом этот, в главных чертах, приглашаем присутствующих недовольствоваться изложенным, и не думать, что эти вещи имеют отношение к одному только пророку. Но пусть каждый извлечет отсюда пользу для себя и найдет здесь спасительное лекарство против своих недугов. Ведь это, братья, заветы и наставления отцов, откуда и мы с должным усердием почерпали для передачи вам, чтобы заповеди Божии преуспевали в вас. Христианину долг повелевает, чтобы сообразно с чистотой нашей веры и дела были добры. В них да утвердит вас Господь Бог, даруя вам свои богатые милости и свои щедроты, сохраняя вас от всякого зла и удостаивая вас небесного своего царствия предстательством непорочной владычицы нашей Богородицы и Преснодевы и всех его святых во славу Отца и Сына и Святого Духа ныне и пресно и во веки веков. Аминь.